Уважаемые алматинцы, в городе продолжается регистрация случаев коронавирусной инфекции. Только за прошедшие сутки выявлено 49 случаев с выраженными симптомами, а за неделю 334 случая. Таким образом, всего у нас по городу зарегистрировано 2790 случаев заражения с 10 летальными случаями. Статистика заражений показывает, что масштаб пандемии не уменьшается. На этом фоне, как главный государственный санитарный врач города, ответственный за недопущение и ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации, обращаю внимание на недопустимость призывов к массовым мероприятиям и митингам, которые в последнее время распространяются в социальных сетях. В условиях продолжающейся эпидемии в городе подвергать опасности жизнь и здоровью людей крайне безответственно. Как показывает мировой опыт, именно скучность и близкий контакт приводят к массовому перезаражению граждан. Так произошло во многих городах и странах. Митинги и массовые сборы создают условия для масштабного заражения людей. В случае, если подобные сборы приведут к заражению, организаторы митингов понесут предусмотренную законодательством ответственность, вплоть до уголовной. В случае заражения участники подобных массовых собраний будут в рамках эпидемиологического расследования изолированы. Те, кто заражены COVID-19 в инфекционных больницах. Все контактные, как с мест массового скопления людей, так и с домашних очагов, будут помещены в провизорные и карантинные госпитали. Таковы требования санитарно-эпидемиологического протокола в условиях эпидемии, и мы будем его выполнять. Во исполнении протокола в период карантинного режима сотрудники санитарно-эпидемиологической службы будут вести видеосъемку и учет всех граждан, участвовавших в массовых собраниях. Такая регистрация и учет участников необходимы для проведения дальнейшего эпидемиологического расследования вспышки и предотвращения распространения коронавируса среди жителей города. Все участники массовых собраний, митингов создают эпидемиологические цепочки заражения коронавирусной инфекцией. За этим последует занос инфекции в ваши домашние очаги, в круг семьи, подвергая опасности, в первую очередь, детей и пожилых. Именно поэтому я ранее принял постановление о полном запрете различных массовых сборов на всей территории города Алматы. Настоятельно рекомендую всем гражданам, особенно наиболее уязвимым пожилым гражданам и людям, имеющим хронические заболевания, избегать все места массового скопления людей. Кроме того, учитывая реальную угрозу масштабного заражения, требую усилить соответствующими службами дезинфекцию всех мест, улиц и площадей массового скопления людей. Дорогие алматинцы, мои требования и предписания продиктованы заботой о здоровье каждого горожанина и санитарно-эпидемиологическом благополучии в городе. Поэтому обращаюсь к сознанию и ответственности всех алматинцев. Здоровье общества зависит от соблюдения каждым из нас мер личной безопасности. Продолжение следует...